Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости на ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. В Казахстане стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. Первые прививки российского производства уже были сделаны в столице и в регионах с нестабильной эпидситуацией. Казахстанские инвалиды пригрозили подать в суд на Министерство труда и соцзащиты населения из-за низких зарплат лиц, ухаживающих за инвалидами первой группы. Вице-министр здравоохранения Казахстана Ерлан Киясов рассказал, когда в стране могут отменить локдауны и жесткие санрежимы из-за коронавируса. Он сообщил, что для этого нужна иммунная прослойка в 50% населения. Итак, в Казахстане стартовала вакцинация от КВИ. Первая партия российской вакцины «Спутник Ви» прибыла в Казахстан и распределена по всем регионам. В Казахстане стартовала вакцинация от КВИ. В столице одними из первых российскую вакцину испробовали на себе главный санитарный врач Киясов и вице-министр Генье. Высокопоставленные чиновники прививались не в ВИП-условиях, а в обычном медкабинете. Площадь ее была небольшая, а для съемок приехало много журналистов. Плюс к местной прессе еще присоединились россияне. Вакцина-то российская. Проводить процедуру пришлось с нарушениями санправил. Медики даже открыли окно, чтобы в помещении был свежий воздух. Операторы мешали не только друг другу, но и пациентам клиники. Чиновники от Минздрава при этом уверяли, что прививаются они по собственной инициативе, хотя и признают, что вакцина не дает стопроцентную защиту от КВИ. Несмотря на то, что человек получает вакцину, есть вероятность, что он будет в отдельных случаях служить переносчиком тех или иных вирусов. Потому что вероятность, она, конечно, небольшая, но вы защитите себя. Я понимаю, что на первом этапе, возможно, какие-то люди будут занимать выжидательную позицию. Специалисты говорят, что спутник В, который произведено в России, противопоказан детям до 18 лет. О побочных эффектах писали многие, но получившие прививки публично говорили, что чувствуют себя хорошо. Местная вакцина еще не вышла, американскую еще не привезли. Тем более вакцины Pfizer на всех землян может не хватить. При этом в Минздраве поясняют, что вакцинация является добровольной и будет проводиться только с согласия прививаемого. Как заверили чиновники от Минздрава, только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение КВИ и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна. Если мы создадим иммунную прослойку населения, хотя бы выше 50% мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без ограничений, без карантина, без локдауна. Вакцинацию проводят в два этапа. Продолжится она до конца 2021 года с охватом до 6 миллионов человек. В первую очередь вакцинации подлежат уязвимые группы населения. Так первыми будут привиты врачи инфекционных больниц. Затем приступят к вакцинации педагоги в школах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями. Отметим, что перед любой вакцинацией медицинский работник уточняет наличие аллергии у прививаемого. То есть прививку будут ставить не всем, а это означает, что коллективный иммунитет может не сработать. К любой вакцинации имеются определенные противопоказания. Один из самых важных из них это наличие аллергических реакций, обычно яичный белок. Потому что в компонент любой вакцины входят определенные такие вещества, которые могут вызвать аллергию. Вторая большая группа это те люди, которые имеют вообще общие медицинские противопоказания. Человек может быть в положении, если женщина беременная, иметь какие-то аутоиммунные заболевания, онкологические заболевания. Конечно, они у нас отпадают по медицинским показаниям. На выходе из рядовой поликлиники чиновников от Минздрава уже ждали представительские машины. Боржанше Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. В Западно-Казахстанской области первая партия российской вакцины «Спутник Ви» рассчитана на тысячу человек. Первыми прививки получили заместитель Акима региона и главный государственный санитарный врач области. В управлении здравоохранения сообщили, что вакцину в первую очередь получат медицинские работники, имеющие риск заразиться коронавирусом. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в регионе был выявлен в марте 2020 года. Меньше года понадобилось на то, чтобы в Казахстане стартовала массовая вакцинация от COVID-19. В облздраве отметили, первыми прививку получат медработники, сотрудники станции скорой помощи, инфекционных стационаров, приемных покоев больниц. Вакцинации будут у нас проводиться в шести поликлиниках и ТОМИ-центрах, специально обученными медсестрами, которые будут прививочными сестрами. В принципе, перед самой прививкой будет проводиться осмотр, замеряться артериальное давление, температура. После этого врач будет давать допуск, и человек будет получать прививку. Вакцину не будут ставить детям до 18 лет и людям старше 65. Первая партия на 1000 доз уже поступила в медицинские учреждения региона. В поликлинике номер один прививку получил заместитель Акима Западно-Казахстанской области Айдар Нур-Алеев. Я не волновался, даже сейчас, когда меня проверяли, все было спокойно, никаких литковых эффектов пока не чувствую, ничего не болит, и все прошло безболезненно. Всегда доверяю науке, поскольку данная вакцина прошла несколько испытательных процедур, поэтому я думаю, это лучше сделать, зато спокойно дальше уже жить. Вторым в регионе вакцину получил главный государственный санитарный врач Мухамгали Арыспаев. Он призвал западно-казахстанцев не опасаться вакцинации. Чтобы победить эту коронавирусную инфекцию, мы должны все взять прививку. Не менее 70% населения должен быть у нас в коллективной иммунной простойке, поэтому я призываю наших жителей еще раз хочу. Вакцина, он безвредный, добровольный на основе. Никаких, вы видели, я только что получил, никаких побочных, там других местных реакций нет. Отметим, что через 21 день после первой прививки будет вводиться вторая, более сильная доза. Роман Копняев и была Джигепар Александр Грабарев, ТДК-42. Партия вакцины «Спутник Ви» была доставлена и в Мангостаусскую область. По информации руководителя отдела областного управления здравоохранения Галии Калиевой, прививки, поставляемые ТО СК «Формация», хранятся на прививочном складе областного управления здравоохранения с соблюдением необходимых норм. Согласно правилам хранения, вакцина помещается в специальную морозильную камеру. Сейчас в регионе их насчитывается 9. В планах увеличение количества морозильных камер до 30. До конца года в Мангостаусскую область будет поставлено 100 тысяч казахстанской вакцины «Казковид-Ин». Мы приняли российскую вакцину. Теперь доставим её на склад областного управления здравоохранения для хранения. Там есть две морозильные камеры. Ещё одна находится в областном центре крови. Как известно, прививки будут получать уязвимые группы населения на добровольной основе. При этом каждый пройдёт осмотр у врача на выявление противопоказаний. Вакцина российского производства «Спутник Ви». Наша компания осуществила доставку первой партии с соблюдением всех требований, с соблюдением температурного режима, валидированным транспортом. Мы осуществили передачу данной вакцины управлению здравоохранением, которая тоже, в свою очередь, обеспечит необходимое хранение. По поручению Министерства здравоохранения, в первую очередь, вакцинация должна пройти в регионах с нестабильной эпидситуацией. На сегодняшний день Магисталская область находится в зелёной зоне по коронавирусу. Поэтому прививки от COVID здесь ещё не делали. Адинамо Ленгадзе Аманды Команкулов, Александр Грабарев, ТДК-42, Магисталская область. Казахстанские инвалиды пригрозили подать в суд на Министерство труда и соцзащиты населения из-за низких зарплат лиц, ухаживающих за инвалидами первой группы. Этот вопрос сегодня рассматривался в Мажелисе. В Казахстане люди с первой группой инвалидности, нуждающиеся в содействии при передвижении, имеют право на индивидуального помощника. Финансируют эти услуги государство. По закону оплата производится за оказание услуг не более 8 часов в день. По данным Минтруда, оплата услуг личного помощника утверждена постановлением правительства. Инвалиды вынуждены сидеть дома, потому что соцработники не считают нужным гулять с ними бесплатно. Так прозвучала одна из основных претензий инвалидов в адрес чиновников Минтруда. Дело в том, что сейчас оплачиваются только услуги индивидуального помощника по сопровождению инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно. Прогулки не предусмотрены. Как правило, это родственники инвалидов. При этом они получают сейчас всего лишь 89 тысяч тенге. И, как выяснилось сегодня, даже этот мизер власти намерены снизить до 63 тысяч. Поэтому инвалиды собираются подавать в суд на министерство. Но чиновников это не испугало. У нас сумма порядка 316 тенге, 356 тенге в час. Она, конечно, в перспективе можно рассматривать увеличение, но эта сумма 100% выделяется с местного бюджета. Это возможности акиматов. Акиматы в том году, когда мы как министерство настояли на этом, они впервые подняли до рекордных 8 часов во многих регионах в сутки. Но не все вытягивают откровенным текстом где-то 4 часа. Ранее матери, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями, приходили в аким от столицы. Они требовали предусмотреть для семей с детьми инвалидами арендное жилье с правом выкупа. Сейчас они имеют право на арендное жилье без приватизации и увеличить размер пособий. Женщины выразили опасение, что их дети в случае кончины родителей могут оказаться на улице и попросили предоставить право на выкуп квартир, арендуемых у государства, по стоимости ниже рыночной. Работники акимата предоставляют мне именно жилье по ипотеке, арендное жилье, на которое я не могу, не подхожу ни по каким основаниям, понимаете? У меня нету дохода, у меня единственное социальное пособие по инвалидности, которое уходит на дорогостоящие препараты, на ребенка, на меня. Матерь детей инвалидов требует бесплатное жилье, и им не нужны другие дорогостоящие программы. Многие женщины не могут себе позволить первоначальный взнос в 10%, поскольку уход за особенными детьми требует дополнительных затрат. Также систему льготного кредитования под 2%, над которой сейчас работает в Жилстройсбербанке, они считают для себя недоступные. В Мажелисе этот же вопрос подняли инвалиды третьей группы, но чиновники вместо того, чтобы помочь нуждающимся, стали обвинять самих инвалидов, причем без фактов и конкретных фамилий. Мы максимально поддерживаем, чтобы те, кто заслуживает, получали возможность получать от государства жилье. Это инвалиды первой и второй группы, где ситуация необратима. Но по третьей группе инвалидности есть одно «но». Это третья группа зачастую может переходить как во вторую, но в большей степени уходить и остановиться здоровым человеком, потому что относятся хронические заболевания. У нас очень немало, будем так говорить, проблем, когда люди злоупотребляют эффективно, подделывают инвалидность прямым текстом. Таким образом, чиновники отвергли главные просьбы инвалидов, а это одна из самых уязвимых слоев населения Казахстана. Бауржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Далее короткие рекламные сюжеты, сразу после него вы увидите. В Западно-Казахстанской области мониторинговая группа продолжает выявлять нарушения карантинных мер. Для этого проверяющим приходится идти на крайние меры и выламывать двери нарушителей. Уральские школьники пропускают уроки из-за слабого интернета. Проблемы с доступом ощущаются не только в селах региона, но и в областном центре. Трудовой спор в двух нефтяных компаниях Актюбинской области решился в пользу вахтовиков. К какому соглашению пришли стороны? Компания «Союзмеха» радует своими меховыми изделиями уральцев уже не первый год. Одна из крупнейших российских меховых фабрик с многолетней историей занимает ведущую позицию благодаря высокому качеству продукции и приемлемым ценам. Опытные дизайнеры сделали каждое изделие уникальным и неповторимым. Современные модели, практичность и невысокие цены очень привлекают представительниц прекрасного пола. Если у вас все еще нет шубы из норки, песца или мутона, это нужно срочно исправлять. Верхняя зимняя одежда из натурального меха должна быть обязательно в гардеробе у каждой женщины. Я всем советую приходить на выставку меховых изделий. Здесь действительно товар отличного качества. Мне понравилось, что большой выбор. Можно подобрать для себя хорошую шубу, чтобы подходила по цене. Я очень рада, что мне сделали скидку. На выставку-продажу от компании «Союзмеха» поступили новые меховые изделия из афганского каракуля. Кроме этого, вы сможете найти и другие шубы из норки, песца, лисы и мутона. Конечно, из всего разнообразия меховых изделий особенно хочется выделить шубы из меха-норки. Они здесь уникальны, разных размеров и оттенков. Если бюджет не позволяет купить шубу из меха-норки, то обязательно обратите внимание на шубы из мутона или австралийской овчины. Купить ее можно всего за 99 тысяч тенге. Дорогие покупатели, мы приглашаем вас на нашу выставку за покупками. У нас новые поступления шуб из меха-канадской норки, финской норки и австралийской овчины. Также действуют грандиозные скидки и рассрочка на 24 месяца. Если вы еще не нашли свою шубу, то она наверняка ждет вас на выставке продажи меховых изделий от компании «Союзмеха» по адресу улица Сыромедатова, 28-2. В торговом доме «Твой дом Квант». Остановка «Строитель» на цокольном этаже с 10.00 до 7.00 вечера. Выставка продлится до 31 января. Посетители игровых клубов Уральска сбегают от полиции. Несмотря на действующий карантин, компьютерные клубы и ряд других заведений продолжают работать в запрещенное время. Представители мониторинговой группы по-прежнему выявляют нарушения карантинных мер. Только за минувшие выходные в ходе проверок зарегистрировано более 20 фактов несоблюдения санитарных норм. Представители заведений прятали посетителей в подсобках и отказывались открывать двери полицейским. Дело дошло до взламывания дверей. Предупреждаем вас. Мы вызвали ЧАЭС, будем вскрывать дверь. Взламывание дверей – это уже крайние, но в данном случае, пожалуй, самый действенный метод в борьбе с нарушителями карантинного режима. Водельцы заведения продолжают игнорировать запрет работы кальянных, игровых заведений, собирая в своих помещениях толпы людей. Среди посетителей и несовершеннолетние. В некоторых заведениях гостей и администраторов застали врасплох. Было зафиксировано коляное в районе 9-го микрорайона. Тоже там были зафиксированы люди, как-то сидели, отдыхали. Ожидали гостей еще дополнительно. Вместо этих гостей наши сотрудники приехали. Применять силу пришлось там, где представители заведений отказались открывать двери сотрудникам полиции и Акимата. Как утверждают сами полицейские, людей спрятали в отдельных помещениях, закрыв на ключ, а уже потом впустили представителей мониторинговой группы. Но пока последние дожидались приезда службы ЧАЭС, нарушителям удалось скрыться через задний ход. В районе Саихата было выявлено нарушение тоже кальяное, функционирование кальяного кафе. Там же лотоклуб. Все люди, когда мы ждали сотрудников ЧАЭС во время ожидания, скрылись через окно. Этот факт мы тоже зафиксировали, как они через окно выходили. Момент побега посетителей из компьютерного клуба, расположенного рядом с торговым домом Астана, удалось зафиксировать полицейским на видеокамеру. Здесь также отказались открывать дверь мониторинговой группе. В итоге входная дверь заведения была взломана, но посетителей не оказалось. У входа остались мешки, в которых бутылки из-под напитков и фастфуда. В доказательство того, что посетителей здесь не было, мониторинговая группа попросила показать видео с внутренних камер наблюдения. Но представители игрового помещения отказали. Было зафиксировано факт, как оттуда выбегали более 20-30 человек. По факту там людей не было выявлено, но мы будем запрашивать видеоматериалы заведения. Все материалы рейда будут переданы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. При подтверждении фактов нарушения санитарных норм, физические лица привлекут к штрафу размером в 30 МРП, юридические – 230 МРП. Карантинные требования нарушают и в соседней Атырауск области. Порядка тысячи предпринимателей были оштрафованы с начала пандемии на общую сумму 100 миллионов тенге за несоблюдение постановления главного государственного санитарного врача региона. Мониторинговая группа вышла в очередной рейд по бизнес-объектам. Вместе с ними отправились и наши корреспонденты. Сотрудники департамента полиции совместно с мониторинговой группой вышли на вечерний рейд, в ходе которого выявили ряд нарушений. Согласно постановлению главного санитарного врача области, ресторанам разрешено работать до 8 часов вечера. Несмотря на это, некоторые бизнес-объекты продолжали свою работу после 20 часов. Мы в кои-то веки решили прийти посидеть с подружками, попеть в караоке. И вот тут вот приходят и закрывают ресторан. Мы не собираемся не платить ни по счету, потому что мы не смогли доесть. И самое интересное, это неужели коронавирус, вот он до 8 часов, то есть он не действует, а после 8 вот обязательно нужно закрывать заведение, потому что есть какая-то опасность. Я понимаю, что есть постановление, но все равно. Конечно, надо сказать государству, нет карантина, вот и все. Посетители заведения, увидев мониторинговую группу, стараются скрыть лица и как можно быстрее выйти из заведения. Ты слышишься в карантинах, да? Да. Кроме того, нарушения были выявлены и в работе общественного транспорта. Большинство пассажиров не одевают медицинские маски. Также не соблюдается количество пассажиров в общественном транспорте. С 1 января по 28 января текущего года мониторинговой группой проверкой охвачены 10 424 объектов. По этим нарушениям составлен протокол и наложен штраф. Стоит отметить, что в этом году в ходе мониторингов специалисты выявили более 100 нарушений карантинных требований. В общей сумме было наложено штрафов в размере 5 миллионов тенге. Айдана Маулянгыза, Ганнис Агантыков, Александр Грабарев, ТДК-42, Атроцкая область. Пассажир погиб в ДТП с участием пяти авто в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщили в полиции региона. Авария произошла утром 30 января на трассе Уральск-Атырау. Возле села Алхаба столкнулись автомобили Лада Гранта, Фольксваген Пассад, Тойота Камри, ВАЗ-14 модели и Шевроле Авео. Отметим, что в регионе с начала года зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали люди. Пять человек погибли в авариях. Водитель 99-го года Шевроле Авео, не справившись с рулемой проблемой, допустил столкновение со встречной автомашиной Лады Гранта. Впоследствии этого пострадали еще три машины. В итоге получается пять машин. В результате ДТП пассажир Лады Гранта погиб на месте. Также трое были госпитализированы. На данный момент ведется заседное расследование по статье 345-й части 2-й Уголовного кодекса Республики Казахстан. Уральские школьники пропускают уроки из-за слабого интернета. Подключение к всемирной паутине отсутствует во многих селах Западно-Казахстанской области. Нет интернета и на окраинах города. В каких условиях приходится заниматься детям, расскажем в следующем материале. Мама 8-летней А7 Назгулеба Дыргалиева рассказывает, что в последнее время школьное обучение превратилось в череду препятствий. Большая часть уроков проходит в режиме онлайн. А при слабом интернете это практически невозможно. Наладить видеосвязь с учителем получается с трудом. Интернет постоянно дает сбой. Отсюда трудности восприятия информации, волнение и, как результат, неусвоение учебного материала. Интернет очень плохо, у нас связи тоже очень плохо. Многие дети у нас здесь учатся онлайн, есть студенты, есть учителя, которые здесь живут, тоже не могут заниматься с детьми. Некоторые уроки пропускаем, потому что бывает, что у них там общий видеозвонком они общаются, отвечать не могут они учителю, потому что у нас здесь видеозвонок вообще не держит, вообще связи нет у нас. Живут герои нашего репортажа на окраине города, в дачном массиве. Порядка 160 семей садового общества «Елочка» на протяжении многих лет проживает здесь круглогодично. Поэтому вопрос слабой интернет-связи здесь уже давно. Так как у нас дети учатся, студенты учатся, приходится по ночам до 12, а то до 2 интернет ловить, бегать по крышам. Председатель обращался в Акимат насчет интернета, нам ответили, что мы можем поставить вам вышку, но надо выделить землю. Без земли они не хотят ставить. А кто хочет себе во двор поставить вышку, никто не хочет. Поэтому, может, если можно какой-то другой способ есть, подключать другой способ. Из 428 сельских населенных пунктов Западно-Казахстанской области, 322 обеспечены интернетом. За последние несколько лет была проведена большая работа в этой сфере. Но при этом 106 сельских населенных пунктов сегодня еще не охвачены всемирной паутиной. Не везде качество связи хорошее, мы об этом знаем. Поэтому сейчас и с операторами мобильной связи ведется отдельная работа по улучшению качества связи. Сейчас и списки собирают потенциально людей, куда можно провести интернет, сколько желающих. То есть готовы провайдеры заходить. И в некоторые садовые общества, я знаю, уже и провели уже оптоволоконный интернет. Ну, что, конечно, является благом, но не все так быстро. Тем временем в управлении образования заявляют, что при возникновении проблем со связью ученики могут посещать дополнительные занятия в школе. Необходимо только поставить в известность директора школы. Для тех детей, которые не могут, ну, из времени времени у них, если пропадает интернет, для этих детей организованы консультации с количеством учащихся не более пяти детей в школах. То есть по желанию родителей и ученикам этих детей мы приглашаем в школы. В 2020 году из областного бюджета было выделено 56 миллионов тенге на увеличение скорости интернета в 182 школах. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК-42. Трудовой спор в двух нефтяных компаниях Актюбинской области разрешился в пользу вахтовиков. Напомним, что с 25 января в регионе отказались работать порядка 200 работников КМК «Мунай». С 29 января к забастовке присоединились вахтовики фирмы «Адаойл». Нефтяники требовали повышения зарплаты на 100%. К чему пришли стороны, расскажет Лайла Ауясова. Забастовку объявили сотрудники ещё одной нефтяной компании в Тимирском районе. Больше 60 человек, работающие на месторождении Башинколь, потребовали стопроцентного повышения зарплаты. Операторы пожаловали, что за 14 дней вахты получают всего 67 тысяч тенге. К сожалению, я не могу судить, потому что у каждого предприятия своя соответствующая политика. Естественно, вся заработная плата исчисляется в зависимости от доходности предприятия. Поэтому я, как уполномоченный государственного органа, неправомочен говорить, зарплата маленькая или низкая. Месторождение Башинколь принадлежит казахстанско-корейскому совместному предприятию «Адаойл», которое передало добычу нефти подрядчику АМК «Мунай». Бастующим нефтяникам предложили 7-процентное повышение зарплат. Но они не согласились. Вопрос обсуждался на заседании специального штаба в областном Акимате. После переговоров стороны все же пришли к соглашению. С 1 мая со всеми работниками АМК «Мунай» заключат новый трудовой договор. Руководство компании согласилось добавить к окладу каждого сотрудника по 40 тысяч тенге с февраля по апрель и к празднику на УРЭС примировать в размере 50% от заработной платы. Нефтяники с этим решением согласились и вернулись на рабочие места. Также стабилизировал ситуацию и на месторождении Кокжиде, где пять суток бастовали порядка 200 сотрудников компании КМК «Мунай». Было принято решение поднять заработную плату работникам на 20% и плюс повышение тарифных разрядов. И, соответственно, этот вопрос был принят работниками и на сегодняшний день. И по КМК «Мунай» приступили к работе работники, и по АМК «Мунай» работники урегулировали данную ситуацию. Как отметил главный госинспектор труда, в каждой компании есть коллективный договор, где прописаны пункты об индексации заработной платы. Рабочим объяснили, что в акционерном обществе данные вопросы решает Совет директоров. Диктовать условия работодателям чиновники не могут. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Телефон 8705-992-0207. Субтитры подогнал «Симон»! Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон 8705-992-0207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова